Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний выпуск программы «Наука о душе» будет посвящен летнему отдыху детей. Как провести лето с пользой для души? Об этом мы поговорим со священником Никитой Заболотновым, клириком храма апостолов Петра и Павла в городе Полевской. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Я знаю, что уже около 15 лет у вас действует православный лагерь. Какие есть интересные наработки в этой сфере? Как можно организовать досуг детский для детей, чтобы это было полезно и для тела, и для души, и чтобы как-то помочь им встретиться с Богом или не потерять Бога, если они с детства в храме, какую помощь здесь может заказать лагерь? Вот 15 лет назад мы задались теми же самыми вопросами, что нам делать с подростками, и как нам летний отдых разнообразить с одной стороны, а с другой стороны наполнить его правильным содержанием. И тогда родился наш лагерь Скини, которому в этом году будет 15 лет, 15-я смена, вот такой уже маленький наш юбилей, праздник. Если начинался он, там было всего лишь 30 человек, то сейчас он разросся, это уже 160 человек в полевых условиях, в палаточном городке, у нас полевая кухня, и если первый раз это было 5 дней, то сейчас стандартно это у нас уже 15 дней полноценного отдыха на природе. Какие задачи Вы себе ставите, чтобы это время было проведено действительно интересно, полезно, и было и отдыхом, и было и каким-то научением, назиданием? Вы знаете, вот главное, наверное, отличие нашего лагеря от тех обычных, в кавычках, пионерских лагерей, оздоровительных, которые у нас сейчас работают, это в первую очередь в том, что мы стараемся, чтобы был больше воспитательный процесс, чем развлекательный, потому что в лагерях обычно больше развлекают, что-то там немножко развивают, вот наша же главная задача, чтобы лагерь превратился в некое христианское сообщество молодежное, где ребята могли бы жить по заповедям Божьим. Ведь это очень трудно. Подумайте, обычный подросток, он учится в обычной школе, у него друзья, подруги в школе, во дворе, это люди либо не церковные, либо мало церковные. И быть ему самим собой, жить так, как говорит совесть, ему трудно, ему негде. Воскресная школа не всегда дает такие возможности сказать честно, с грустью, что очень часто в воскресной школе не встретишь ребят старше 13 лет, они уже уходят. И вот наша задача лагеря как раз собрать таких ребят и создать из них сообщество, которое могло бы объединиться вокруг лагеря, вокруг храма, вокруг Христа, и действительно жить по заповедям Божьим. Ребята в этом возрасте, для них очень важно, чтобы были рядом единомышленники. Это просто как воздух им нужно. И вот мы даем возможность среди таких единомышленников полноценно развиваться. Что у нас такого особенного и интересного? Очень много всего. За 15 лет много есть очень интересных таких наработок. Что-то мы берем из лагерей обычных, из старых советских лагерей, но наполняем новым содержанием. Что-то рождается уже непосредственно в лагере. За это время сложилась замечательная команда творческих людей, педагогов, вожатых, тех ребят, которые уже были в лагере, но выросли. Сейчас студенты, кто-то уже закончил, но они продолжают жить жизнью лагеря и помогать нам. И действительно много очень таких интересных моментов. Но просто так кратко расскажу о том, как же происходит лагерная жизнь, лагерный день. Ну, во-первых, в лагере очень строгая дисциплина, что для детей бывает сложно вначале. Потом они к ней привыкают, и им становится хорошо. Потому что дисциплина для ребенка – это несомненное благо. Во-вторых, у нас в лагере запрещены гаджеты. Представляете? Ни телефонов, ни фланшетов. Что правда не пользуются? Не берут второй запасной телефон? Нет, ничего. Ну, во-первых, мы живем в лесу, там нет электричества. Поэтому даже если ребенок где-то что-то взял тайно, это несколько дней, и все кончилось. Во-вторых, у нас там нет сотовой связи, поэтому интернетом он там не попользуется. Ну, а в-третьих, мы строго говорим об этом на родительских собраниях, чтобы даже не давали с собой. А если где-то видим, изымаем, а это считается серьезным нарушением устава лагеря. Утром у нас подъем по колоколу, все серьезно. После подъема у нас утренняя молитва и зарядка. То есть вот подъем, все встали, зубы почистили, умылись, помолились все вместе перед иконой, зарядку провели, ну, небольшую такую, иногда музыкальную. А потом линейка. Линейки, как в классических лагерях, где есть доклады по отрядам, у отрядов есть свои названия. Потом мы поем гимн и под гимн поднимаем флаг России. После этого начинается полноценная лагерная жизнь. Завтрак и какие-то мероприятия. Мероприятия у нас делятся на три части. Это мероприятие после завтрака, это мероприятие после обеда и мероприятие после полдника. Вот три мероприятия, которые обычно в день проводятся. Иногда это какие-то учебные мероприятия, так называемые вертушки, когда ребята переходят с одного места на другое и какие-то им там интересные навыки дают. Иногда это песенные мероприятия, иногда это большие мероприятия, как ролевые игры или тренинги. Но, опять же, ориентируемся на возраст детей. Очень интересно, у нас проходят свечки. Каждый вечер после ужина у нас проходит отрядная свечка. Это примерно по времени час, иногда полтора, когда отряд собирается на своем отрядном месте. И там происходит обсуждение дня, подведение итогов. Каждый может высказаться, что-то сказать хорошее или не очень. Обиду какую-то свою высказать, может быть претензию. Но всегда это и чтение Евангелия. То есть мы читаем краткий отрывок из Евангелия, заранее подобранный, и потом о нем говорим. Вот для меня лично это одно из самых любимых мероприятий, потому что вот такого ответа личностного на евангельские строки я больше нигде не вижу. Молодежь, ей хочется говорить об этом. Ей хочется этим жить. Потому что, читая иногда Евангелие в храме, говоря проповедь, не всегда видишь горящие глаза, к сожалению, прихожан. Для кого-то это уже привычно, для кого-то не в новинку. А для детей они по-другому осознают это евангельские тексты. Для них на самом деле хочется. А как же жить по этому? Мы читали притчу о блудном сыне и начали говорить о прощении. А как же? Разве все можно простить? И предательство можно простить, и измену, и вот это вот. Мы читали Нагорнюю проповедь, и буквально на каждой строке были споры. Ребята высказывали свое мнение, рассказывали какой-то свой опыт, спрашивали, а как же правильно жить, если хочешь жить по-христиански. И вот это очень и очень важно. Потом у нас вечерняя молитва и костер. На костре какие-то выступления, конечно, песни поем у костра. Ранние отбы для младших отрядов и поздние отбы уже для всех. Вот таким образом проходит жизнь в лагере с различными мероприятиями. Есть уже какой-то опыт? Ребята, которые там находились и выросли, достигли, может быть, совершеннолетели, стали старше. Помогло ли им это как-то остаться в храме? Стали ли они чаще приходить в храм, если они уже делали это редко? Вы знаете, ну, здесь... То есть некоторые родители, мне кажется, могут захотеть отдать своего ребенка туда, что вот там вот все решат мои проблемы, и этого ребенка мне там в церковь поставят, он у меня там святым сразу станет. Святым мы его не сделаем, разве что мучеником. А что касается решать все проблемы, дорогие родители, проблемы, все равно нужно будет решать вам самим. Нет школы воскресная, не школа, не батюшка даже самый замечательный ваши проблемы по воспитанию не решит. Что делаем мы, чем помогаем, какие, вы говорите, уже есть итоги? Итоги есть. Ребята многие остаются в лагере, нам помогают. Ребята до сих пор им уже, сейчас уже они уже не студенты работают, им по 25 лет. Они встречаются, они вместе празднуют дни рождения, какие-то мероприятия, они вместе встречаются, где-то в храме договариваются, на праздниках. Вот был пасхальный крестный ход, вот, я написал в группе, ребят, вот, приезжаем, давайте встретимся. Очень много ребят пришли просто встретиться вместе с нами, пройти. Для многих этот опыт, он очень положительный. А вообще у нас есть опыт, когда ребят мало церковных привозят в лагерь, естественно, по согласованию, мы с родителями разговариваем, все, и потом там они начинают молиться и дома продолжают, там они впервые иногда исповедуются и потом начинают ходить в храм. Такого опыта у нас довольно много, особенно на моем приходе, где я могу, по крайней мере, это все отследить и ребят увидеть. Но, по крайней мере, наша воскресная школа частично наполняется, особенно подростками, именно через лагерь. То есть есть друзья наших ребят, которые очень хотят в лагерь, они их просят, давайте мы их тоже возьмем, мы с ними разговариваем. Я говорю, вот это такой лагерь, вы готовы, готовы. И потом, постепенно, входя вот в эту общину, а это именно община, они входят и в христианскую жизнь. Но община обязательно должна быть какое-то общее дело. Чем вот вы их занимаетесь, чтобы это их объединяло, чтобы им это было интересно? Вообще, подросткам, там, да, 12+, им просто интересно потусоваться. Все вместе побыть. Им не надо даже особо ничего организовать. Если они вместе, и что-то где-то маленько, что-то делают, это уже им замечательно интересно. А дальше уже тут путь творчества. Ну, вот буквально позавчера мы ребят собирали, готовились к лагерю, они сами крутили козлы. Мальчики, девочки, пилили шуруповертом, там прикручивали, нам нужно было 24 козла сделать под столы. Вообще, летние каникулы мы планируем очень наполнить различными мероприятиями. Мы их собираем, что-то трудимся, молимся вместе, кушаем, потом, может быть, посмотрим фильмы, поем песни, ходим в походы. Ну, и вот таким образом. Это что касается вне лагеря. Но лагерь, он уже наполняет собой и все остальное. Но я сужу по своим детям, насколько они горят в лагере, насколько они любят, насколько для них это важно, и насколько это их поддерживает в их жизни, именно христианской. И я вижу, что для них вот эти друзья из лагеря, церковные, православные, это их главные, основные друзья, как вижу. Кого приглашали на день рождения? Это один-два одноклассника, все остальные, они с лагеря. Вот тот пример. То есть это ребята, которые собираются, они не пьют вместе, не матерятся, у них нормальные разговоры, они только все ниже Плентуса. Ну и так далее. Может быть, несколько советов для тех, кто только собирается организовать у себя лагерь, на что обратить внимание и как избежать, может быть, каких-то ошибок? Я думаю, что эта тема отдельная, может быть, для отдельной передачи, потому что там очень много нюансов, но скажу самое главное, главное, чтобы был горящий человек, который готов взять это и понести. Будет много трудностей, но и будет замечательная отдача. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова